Вопросы антитеррористической безопасности стоят на особом контроле районной администрации. Сотрудники управления по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством, главы поселений постоянно ведут работу по организации безопасности мест массового скопления людей. В рамках регулярно проводящейся антитеррористической комиссии под председательством заместителя главы района Сергея Познякова все ответственные структуры дают отчет о проделанной работе и ставят первоочередные задачи на ближайший период. На повестке дня антитеррористической комиссии значились несколько вопросов, самые актуальные из которых были вопрос защищённости и оснащённости системами безопасности гостиниц и гостевых домов, а также вопрос организации проведения праздников 1-9 мая. По первому вопросу отчитался начальник отдела инвестиций Иван Сергеенко. Он доложил, что с 2017 года отдел проводит работу по актуализации базы всех объектов, которые занимаются размещением людей. Это не только крупные гостиницы, но и частные гостевые дома, предлагающие свои услуги по интернету. Согласно законодательству, к ним предъявляются требования по организации антитеррористической защищённости и безопасности. Все гостиницы, независимо от установленной категории опасности, должны быть оборудованы системой видеонаблюдения, системой экстренного оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, системой охранного освещения, а также системой пожарной безопасности. На сегодняшний день в Славянском районе расположено 20 объектов, попадающих под эти требования. После работы, проведенной сотрудниками администрации совместно с представителями Росгвардии, в восьми из них выполнены требования по антитеррористической защищённости. Заместитель главы района Сергей Позняков отметил, что эта работа сегодня не теряет актуальности и будет держаться на постоянном контроле. Также он обратил внимание собравшихся на то, что меньше месяца осталось до проведения первомайских праздников. А это значит, что структуры МВД переходят к реализации специальных мероприятий по обеспечению безопасности. Одна из главных задач администрации организации 9 мая – шествие бессмертного полка. Для его свободного передвижения в городе будет перекрыт ряд улиц. Помощь в этом всегда оказывают транспортные и сельскохозяйственные компании района. Все ответственные за организацию правопорядка в городе и поселениях в ходе комиссии получили задачи, выполнение которых позволит максимально безопасно провести грядущие праздники. Мария Климова, Игорь Иванович, Константин Монстаренко, программа «События».